6 августа, знаменательный день в истории современной чеченской независимой чеченской республики Чечении. Вообще, по-хорошему, это что-то наподобие 9 мая, это приблизительно такой же знаменательный день для нас, не совсем правильно назвать это праздником. Просто это очень важная дата в нашей истории. И по-хорошему, в такие даты, если бы у нас сегодня не была бы оккупирована страна, то по нашему местному телевидению должны были проходить какие-то передачи, посвященные этой дате. Каждый год мы должны были к этому возвращаться, напоминать об этом. Для чего это делается? Не для того, чтобы сделать из этого повторяющиеся праздники и так далее. Просто очень важно такие даты, их помнить, передавать их каждому последующему поколению. Это касается и трагических дат, это касается и радостных, вот таких вот успешных. Трагические мы должны передавать, наподобие 23 февраля, допустим, день высылки чеченцев ингушей. Мы должны это передавать для того, чтобы об этом помнили, постоянно знали, что подобные вещи случались и будут случаться, что это постоянная угроза, с которой мы можем столкнуться, пока у нас есть неулаженные отношения с нашим соседом, то у нас такие проблемы могут быть. Поэтому вот эта вот передача этой памяти, вот этой информации, она для нас очень важна. И также передача подобных вот радостных дат, для нас это радостная дата, 6 августа. Это тоже очень важно, чтобы мы помнили наше каждое следующее поколение знало о том, что это был день, в который началась операция, затем ставшая триггером для победы свободной течении в Российско-Чеченской войне. Поэтому очень много, понимаете, есть дат предыдущей нашей истории, уже истории Кавказа, нашей совместной. Есть очень много таких вот и трагических дат, и знаменательных дат, которые, к сожалению, преданы забвению. И мне не уделено должного внимания. Есть люди, которые об этом знают, помнят каких-то личных разговоров с этими людьми, ты получаешь какую-то об этом информацию. Но вот так вот широкая общественность об этом не знает, потому что подобные вещи должны на государственном уровне вообще продвигаться. Почему вы думаете, для России сегодня так важно сделать из 9 мая какую-то скрепу? Модное слово сейчас в современной России. Почему они сделали из 9 мая скрепу? Потому что это важно. Для них это важно. И вот для нас это тоже должно быть важно, и мы не должны превращать 6 августа в скрепу в 9 мая, придумывать какие-то сказки об этом. Мы должны просто как есть эти вещи проговаривать, к ним возвращаться. И поэтому не мешает. Конечно, есть уже, я посмотрел сегодня у меня на канале целого два ролика, посвященных этой дате, с интервалом в 3 года они сняты. Но не мешает какими-то, пусть не так подробно, но все равно об этих вещах говорить. Итак, 6 августа 96-го года и город Грозный, и практически все крупные населенные пункты, районные центры, все это находится в оккупации, контролируется Россией. Разница вот сегодняшней, сегодняшней Чечни, в сегодняшнем положении, Кадыровской Чечни и того положения, разница лишь в том, что на тот момент у нас наша действующая армия, наше сопротивление, оно гораздо, ну, сегодня его вообще в принципе нет на территории Чечени. А на тот момент оно есть, и оно более организовано. И есть даже какие-то маленькие, не крупные, но маленькие населенные пункты, которые не контролируются Российской оккупационной армией, но эти населенные пункты находятся под нашим контролем. Их немного, но они есть. И в целом мы на тот момент уже ведем партизанскую войну. То есть, когда я говорю, что есть населенные пункты под контролем нашим, я не имею в виду, что там они окружены и там ведут позиционные бои. Просто эти населенные пункты, туда не суются российские войска. Если они туда сунутся, то начинаются какие-то бои и столкновения. Мы потом вот, типа, потихоньку, когда отступаем, либо в другие населенные пункты, либо там в леса теряемся, потом люди спускаются в населенные пункты, начинается партизанщина. То есть, вот такой вот, в таком формате идет война. И находясь вот в таком положении, когда по российскому телевидению твердят, что все, мы практически там всех уже победили, провели выборы. Тогда тоже был свой Кадыров. Вот здесь Ахмад Хаджи Кадыров. На тот момент роль этого Ахмада Хаджи Кадырова выполнял доказавкаев. То есть, здесь важны не имена, а важна суть. Это, что тот был ставленником Кремля российской марионеткой, что этот является российской марионеткой. И, видите, где-то это может быть такой партийный работник со стажем, как доказавкаев, где-то это может быть бывший муфтий свободной чечении Ахмад Хадыров. Но суть от этого не меняется. То есть, ты просто, точнее, Россия просто меняет фигурки, но позиция, она всегда одна. Это марионеточное правительство, это человек, который ставится Кремлем, который ими контролируется. Но для того, чтобы его туда поставить, чтобы они сказали, мы вот его взяли и его туда поставили, чтобы перед миром, перед людьми сделать какой-то вид, создается вот этот спектакль в виде референдумов, выборов, еще чего-то. Вот на тот момент существует такая же администрация, существуют такие же кадыровцы. Только тогда это милиция завгаевская, гантемировская, какие-то формирования, которым выдаются удостоверения, им дается оружие, и они, ну, выполняют... Да, конечно, кто-то может возразить, что такое сравнение, оно будет слишком грубым, что тогда, мол, они не были такими преступниками, что завгаев никогда по уровню предательства там и своей преступности не сравнится с Кадыровым. Я слышал такие мнения. И я сейчас не хочу поставить их вот по уровню. То есть от нуля до десяти баллов, там, оценивая, допустим, мерзопакостность каждого из них, я не говорю, что они вот одинаковых баллов заслуживают. Но суть у этих людей одна. Может быть, кто-то в меру своего образования, там, своей жизни, своих каких-то взглядов на эту жизнь, он, может быть, был менее преступным, он, может быть, не пошел бы на какие-то очень такие тяжкие преступления, на которые пошел и идет сегодня там Кадыров. Но суть от этого не меняется. Что тот, что этот, они являлись предателями, они были ставленниками Кремля. И вот в таком положении находится и народ, и республика. Мы под оккупацией, у нас стоят посты по-грозному, по всей республике. Везде нас проверяют, комендантский час действует. При всем, весь город просто разбит, убит. Просто страшная картина. Мы, я тогда маленький, я помню, мы там с ребятами собираемся, и целый вот район наш, там, где у нас частный сектор, мы у нас, в народе его называют 20-й Куян, Квась, там его называют, вот этот район, там где-то процентов 70 жилого фонда разбито и не заселено. Вот люди как уехали, там разбили, значит, их дома, и у людей во дворах черешня, вишня, абрикосы, это все начинает цвести летом. И вот мы с пацанами там собираемся, идем, значит, просто ходим по улицам, заходим в любой двор разбитый, и там, что у них растет, мы просто залезаем на деревья, кушаем. Вот в таком положении живет вся республика. В город днем люди приезжают, потому что все равно Грозный, это такой бизнес-центр, сказать, будет слишком громко. Это такой рыночный центр, все приезжают в Грозный, чтобы отвариваться, закупаться продуктами, продавать. Вся жизнь кишит в Грозном. И сел все стекают сюда, вечером до комендантского часа все обратно разъезжаются, город пустеет, таких жителей коренных, живущих в городе, тогда не так много. И начинается ночная российская Колорадо. Я сейчас, честно говоря, я уже не могу точно сказать, что всегда они стреляли просто так, со страху. Когда-то, ну, наверное, реально на них нападали какие-то перестрелки, бывали. Но в целом, каждую ночь они почему-то куда-то палят, они стреляют, каждый пост стреляет. Не может быть такого, чтобы каждую ночь на них, на каждый пост в городе совершалось нападение. Такого быть не может, поэтому, скорее всего, основная часть этой стрельбы, это просто не подходите, мы здесь вот стреляем, наверное, для этого. Либо просто им весело стрелять, я не знаю. Каждую ночь они стреляют, вот в таком режиме мы живем. Правда, на сами события 6 августа меня уже не было. В Чечне мы были за пределами. Эти события мы не застали. В общем, в таком положении живет, значит, республика. И никто вообще, ни в России никто не ожидает, что будет какой-то, будет какая-то операция чеченской армии, что кто-то там начнет серьезно прям вступить в бой. Потому что по новостям рассказывают, что все уже, всех победили. Джохара уже на тот момент нет. Он погиб, его убили, да помилоти его, Всевышний Аллах. Президентом у нас является Зелимхан Ниндарби, и он вступил в должность, так как он являлся вице-президентом. По конституции нашего государства вице-президент, в случае, если президента не стало, он ушел в отставку, импичмент или что-то такое, вице-президент становится полноправным президентом страны до проведения следующих выборов. Вот Зелимхан Ниндарбиев на тот момент у нас президент, руководителем генштаба, министром обороны у нас является Аслан Масхадов. Никто ничего не ожидает, кроме, наверное, людей как-то посвященных в тему. Наверное, они что-то знали. Вот так вот люди живут, знаете, своей жизнью. И 6 августа мы узнаем, я и моя семья об этом узнали по телевидению, по российским новостям, мы узнаем, что в городе идут бои. Сначала передают так аккуратно, что, мол, там что-то, типа, это что-то незначительное, там сейчас, ну, я имею в виду российская армия, это так комментирует. Журналисты в России на тот момент все-таки, в тот период, свобода слова, она была в России. Ее пытались там как-то на нее влиять, но она была в целом. Поэтому журналисты свою работу делали, и журналисты освещают эти события и дают понять, что это не просто какая-то там группа напала на пост, обстреляла, там сейчас уйдет. Журналисты эти события освещают, но комментирующие представители российской армии пытаются всех заверить, что все под контролем. Сейчас, мол, мы тут разберемся со всем. Но чем дальше, чем дольше эти события затягиваются, тем сложнее бывает российскому командованию это как-то объяснять. В конечном итоге им, конечно, придется признать, что это очень серьезные события, и что они, по сути, потеряли контроль над городом. Это тоже они первоначально не признают, они всячески пытаются сказать, что все под контролем. Но правда в этой истории такова. 870 с чем-то, по-моему, человек из того, что доподлинно известно, из того, что удалось установить количество. Говорят, конечно, от 800 до 1500, но это все так голословные какие-то цифры. Установить удалось 840 чем-то, по-моему, человек, точно, я сейчас не помню, можно вернуться к моему ролику про 6 августа, там я называю эту цифру. Вот это количество людей заходит в Грозный, и они берут под контроль весь город. Вот что происходит. Почему это происходит? Потому что очень грамотно спланирована операция. Она начинается не в каком-то конкретном районе, чтобы российская армия могла локализовать, окружить там и уничтожить. Чтобы они этого сделать не могли, это делается сразу же по всему городу, во всех районах. В каждом районе ставится свой командующий, у него в подчинении свои группы. Эти группы действуют очень слаженно, у всех между собой есть связь. И благодаря тому, что позиции занимаются впритык к российским блокпостам, к российским каким-то военным или административным объектам, наподобие, допустим, ФСБ, прям впритык к ФСБ берут позиции наши бойцы. За счет этого они не могут применить свое главное преимущество. Это артиллерия и авиация. Они, конечно, могут это применить, в случае, если они примут решение долбить своих же. Но это будет очень много потерь, это огромное будет количество жертв со стороны России. И напоминаю, что тогда есть свобода слова, это будет очень большой шум по всей России, когда трупы начнут. В общем, для них это очень тяжелое решение. Сегодня, если бы эти события происходили сегодня, я думаю, Путин бы с легкостью переубивал всю свою армию, чтобы не сесть за стол переговоров, чтобы не потерпеть поражение. Ну, а мне приходится сомневаться в Путине, так как он принял решение убить детей в Веслане. Я думаю, человек, принявший решение убить детей, с легкостью примет решение уничтожить каких-то российских солдат. Но на тот момент такого решения они не приняли. И будучи блокированными в своих же постах, в своих зданиях, боеприпасах, конечно, большинство у них было полно боеприпасов, они долгое время могли вести бои. Но наши тоже применяли хитрости. Например, здание ФСБ под угрозой, что их зальют бензином и подожгут, подогнали бензовоз. Под этой угрозой, в общем, они уже были готовы к тому, чтобы сдаваться, как люди одно дело, когда с собой просто воюют, ты можешь там отстреливать, другое дело, когда тебя сжигают. В общем, под вот таким вот давлением им пришлось сесть за стол переговоров. И тогда начался переговорный процесс в Хасавюрте. Там потом они придут к перемирию, которая известна сегодня как Хасавюртовские соглашения. Это все произойдет на 6 августа. Вы должны понимать, что это целая череда событий, это дни, это и война, это и переговорный процесс. Это все продлится в течение определенного времени. Но благодаря тому, что начало этому было положено 6 августа, поэтому в историю вошла именно вот эта дата, 6 августа. И после того, как война нами была выиграна, каждый год 6 августа у нас был государственным праздником. И это так и должно продолжаться. Этот день, пусть не в форме праздника, но он должен постоянно выделяться, он должен быть красным в нашем календаре. Мы должны эти знания, эту информацию передавать. Очень важно, чтобы ветераны, участники тех событий, чтобы они побольше об этих событиях рассказывали, чтобы эта информация у нас была запечатлена. Хорошо, благо, что сегодня есть интернет, есть все эти возможности, то, чего не было у людей раньше. Поэтому очень много событий ушли, они преданы забвению. Так как где-то вот эта цепочка обрывалась, передачи книги у нас писать начали поздно. А вот те события времен Кавказской войны, то, о чем мы сами не написали, а сторонние историки, исследователи как-то что-то упустили, эти события просто ушли. Поэтому сейчас есть у нас возможность сделать так, чтобы эти события не забывались. Поэтому это нужно использовать. Еще 6 августа и вообще Первая война, она знаменательна тем, что многие из тех, кто во Вторую войну станут предателями, перейдут на сторону России и даже станут ключевыми фигурами в этой российской оккупации, эти люди тогда, 6 августа, по крайней мере, официально находятся на нашей стороне. Видите-ка, насколько непредсказуема жизнь, судьба. Между этими событиями, 6 августа 1996 года и начало второго вторжения России, между этими событиями три года всего лишь. Но эти три года настолько поменяют многих людей, настолько выявят искренних и лицемеров, все это произойдет вот в этот короткий, совсем маленький период. И намерения многих людей, и их действия, то есть все, что произойдет за вот эти три года и последующие события уже со вторым вторжением, сегодня мы с вами, нам с вами гораздо легче это все оценивать, давать этому оценку, потому что мы уже знаем, что они сделали, что они, какое предательство эти люди совершили, а некоторые, наоборот, очень достойно прошли этот путь. Поэтому, если там тогда, допустим, Яндербиев, когда этот Ахмат Кадыров какое-то письмо там прислал к нему с чеченскими уважаемыми старейшинами, он прислал ему письмо, в котором что-то написал, мы должны, значит, войну там, ваххабизму объявить, сделать то-то, то-то, а Зелимхан Яндербиев на тот момент президент. Еще выборы 97-го года не прошли, еще Масхадов не избран президентом, то есть на тот момент у нас президент Яндербиев. И Кадыров собирает там каких-то старейшин, очевидно, лояльных себе, пишет вот это вот письмо и отправляет его Зелимхану Яндербиеву, президенту. И Зелимхан говорит, прочитав это письмо, он говорит, этот человек работает на ФСВ. И вот представьте теперь себя, в те времена, в 96-м году, представьте себя, вы знаете Ахмата Кадырова, который вышел на трактор, встал на трактор и обращается к людям, говорит, это Россия наш враг, мы, говорит, объявляем, но он объявил вообще джихад, если кто не знает, объявил священную войну России. И он говорит, тот, кто не выходит на эту войну, на этот джихад, на священную войну, тот является лицемером. Жена не должна спрашивать своего мужа, выходя сюда, допустим, чтобы выйти на митинг. Если муж, говорит, ей не разрешает, она должна оставить его там, где он находится, и выйти на этот митинг. То есть, это человек, который полностью поддерживает. Когда происходит рейд на Буденновск, этот человек, этот Ахмад Кадыров, он называет это милостью Аллаха, Буденновские события, что по милости Аллаха, Аллах там даровал успех нашим ребятам, и за счет этого начался переговорный процесс. Вот так вот он характеризует это все. И вот представьте, вы знаете вот такого Ахмада Кадырова в 96-м году, и тут вам говорят, что Залимхан Яндарбиев говорит, что он ФСБшник. Представляете, на тот момент тебе очень сложно это принять. Яндарбиев, он, безусловно, был очень умным, грамотным человеком, проницательным, он сейчас особенно, да, ценно все то, что он тогда говорил, делал его книги, которые он написал. Но тогда это воспринимается как какая-то фитна, что вот, мол, у них там между собой какие-то, наверное, непонятки, просто он где-то перебарщивает. Вот так вот это люди принимают, кроме тех, кто реально посвящен, кто знает, в чем дело. А сейчас нам с вами гораздо проще это все оценивать. Ведь оказалось то, что действительно так. Ведь эти, и вот эти три года, они выявили этого Ахмата Кадырова, они выявили Ямадаева. Ямадаев на тот момент, и вообще все эти братья, но особенно Сулим, и вся эта их семья, они тоже у нас там считаются такими молодцами. Бригадный генерал тогда самым молодым бригадным генералом, до того, как его дадут, это звание дадут Бараеву, был Сулим Ямадаев. Потом это звание дадут Арби Бараеву, но затем его заберут у него, и опять Сулим, типа, останется самым молодым бригадным генералом. Вы понимаете, люди в авторитете, их воспринимают как таких одирозных сторонников чеченской свободы, государственников, смелых людей, таких смелых мужчин, на которых держится вся эта наша государственность, благодаря которым мы выиграли войну, победили. Вот так этих людей воспринимают. И вот эти три года, они полностью изменят, покажут, кто есть кто. Многие, многое несправедливость, которая тогда была, применялась в отношении людей, несправедливо, кто-то обвинялся, все это встанет на свои места, когда начнется второе российское вторжение. Окажется, что те, кого презирали, не принимали, называли всякими унизительными именами, эти люди достойно пройдут, достойно погибнут, сражаясь с врагом. А те, кем восхищались, которым давали чины, должности, звания, эти люди перейдут на сторону России, где-то будут даже без боя сдавать целые регионы, сектора. Ямадаев сдаст огромную часть республики, весь практически восток республики, вот Удермес до части там Ножиуртовского района, это все Ямадаев сдаст вообще без боя во время второго вторжения. Это очень важная такая веха в нашей истории, которую ни в коем случае нельзя забывать. Субтитры создавал DimaTorzok